Доброе утро! Как вы считаете, вот вообще, вы бы провели какую-нибудь параллель, простите так, между Хэллоуином и сектами? Ну, слушайте, если говорить про Хэллоуин, изначально это же Самайн, вот, то есть праздник-то такой языческий, вот, но сейчас в массе своей он все-таки как бы даже не неоязыческий, а такой очень попсовый, вот, то есть он скорее про деньги и развлечения, хотя некоторые неоязыческие культы, особенно в Западной Европе, вот, на полном серьезе Самайн отмечают, вот, но это уже как бы там их, да, веселая история. У нас своего отечественного неоязычества хватает, там, с Карачуном и с прочими тоже веселыми, в кавычках, праздниками и мероприятиями. Это точно. Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три, таковы координаты прямого эфира, если у вас, уважаемые дамы и господа, есть какие-то вопросы. Однако с Александром мы решили сегодня поговорить о сектах и политике, как эти вещи связаны между собой. И позвольте, Александр, вопрос, а вообще зачем сектантам и сектам идти в политику? Это ведь настолько публичное поле. И насколько часто это, кстати, происходит? И как часто это происходит, конечно? Происходит это с завидным постоянством. Это, во-первых, да, это не только российский опыт, это опыт международный. К счастью, это происходит все-таки не с каждым тоталитарным культом, но процент довольно высок. А по поводу того, зачем? А вот как раз для легитимизации, да, потому что, смотрите, да, мы вот не только, некая, да, альтернативная религиозная организация, но у нас тут есть еще вполне себе политическое представительство, некая публичная политическая сила, да, которая претендует в том числе на то, чтобы говорить о государственной политике, о наших интересах на таком материальном, утилитарном уровне, да, максимально публично. Правда, к счастью, российский опыт, он все-таки для подобных товарищей в большей степени негативен. Хотя там и в 90-е, и в нулевые, да и сейчас, да, активные попытки тех или иных тоталитарно деструктивных культов внедриться именно в политическую систему, они как бы, ну, с той или иной стороны, да, они продолжаются, они не прекращаются, и думается мне, что дальше это будет, ну, только нарастать. Дальше это будет нарастать. Вообще, а если бы в целом будем оценивать вот эту всемирную тенденцию секты-политика, вы говорите, что их будет только расти, это связано с ростом популярности популизма как такового в последние годы? То есть это просто вот такой вот ответ. Во-первых, это рост популизма. Во-вторых, это то, что мы сейчас называем информационной эпохой, в которой мы все живем. Ну и здесь какой бы то ни был, да, замкнутый религиозный, квазирелигиозной общиной, если ты только не какой-нибудь там, ну, я не знаю, суровый, радикальный, значит, товарищ, который ушел жить в тайгу и играть с медведями на балалайке, да, если у тебя хоть и у твоей общины хоть какой-то доступ есть в информационное пространство, то, воленс-ноленс, ты себя будешь все равно как-то позиционировать. И здесь вполне логично, некоторые гуру таких тоталитарных культов доходят до того, ну, блин, мы и так себя вынуждены позитивно рекламировать, да, потому что иначе к нам люди не пойдут и денег мы с ним относительно честным, а то и относительно бесчестным путем не заберем. Поэтому, а почему бы еще вот и такие политические представительства себе не заорганизовать? В таком плане, конечно, ну, самый вот известный прецедент в России на текущий момент, да, для последнего времени, это, конечно, госпожа Пиунова, да, Светлана Пиунова, она же Лада Руси, у которой была и политическая партия воля в начале нулевых, да, там, в десятых даже годах, по-моему, в шестнадцатом Минюстом она была снята с регистрацией и запрещена. Сейчас, кстати, госпожа Пиунова в международном розыске, по-моему, по двум статьям, одна из которых мошенничество, второе причинение физического там и психического вреда здоровью. Вот, но, тем не менее, партия у нее была, она пыталась баллотироваться в мэры Тольятти, в мэры Москвы, в президенты Российской Федерации, там, в областные, в районные думы, по-моему, даже в Государственную думу, вот, но с запретом, да, вот этой партии воля и с тем, что, как бы, она находится в международном розыске, ее общественно-политическая именно деятельность, да, она ни в коей мере не прекратилась, потому что, ну, на сегодняшний день не юридически, но фактически, насколько я понимаю, до сих пор существует такая организация, как ОСВР. А общество, как ОСВР, общество, расшифруйте. Общество Возрождения, Общественный Союз Возрождения России. Вот, точно. Называется. Да, и при этом у этого ОСВР в свое время, да, вот, в последние буквально пару лет было еще множество всяких разных дочерних структур, которые пытались на общественно-политические процессы в стране влиять. И это вообще история, как бы, отвал башки. Вы морально готовьтесь, я сейчас буду выдавать дичь в эфир. Давайте мы подготовим, в том числе, наших слушателей, Александр, путем небольшого прослушивания музыкальной композиции. Мы сейчас все запасемся воздуха, сделаем глубокий вдох и вернемся через несколько минут. Ну, хорошо же поет, согласитесь. Это Nouvelle Vogue, так, наверное, на французский манерах. Нужно называть французский музыкальный коллектив под управлением Марка Колена и Оливье Либо. Это он специально, чтобы вы немножко расслабились сейчас. Сейчас как ударим по дичи, как Александр нам обещал. А, сейчас. Александр Чаусов у нас на связи, кандидат исторических наук, сектовед. Ну, что ж там с Пилуновой, Александр? Давайте, мы готовы. Ну, в общем, смотрите, какая история. То, что госпожа Пилунова на базе вот этого вот самого ОСВР устроила, значит, такую тоже организацию. А нужно понимать, организации там все в кавычках, потому что юридически они не оформлены, насколько я понимаю, были примерно никак. Так вот, независимая ассоциация врачей, которая топила, значит, против вакцинации от ковида, ну, и что это как бы жуткая отрава, лучше все переболейте, как бы, сами по себе, и будет вам счастье. Это ладно. Дальше у нас начинаются украинские события, и тут же у Пилуновой на базе ОСВР появляется Совет матерей и жен, который топит против мобилизации. То есть они такие прямо вот оппозиционеры по всем резонансным поводам. Но в январе этого года, а, собственно говоря, в этом году и ОСВР, и вот эта независимая ассоциация врачей и Совет матерей и жен становятся иностранными агентами, вот, а сам ОСВР в январе этого года или в конце, в самом декабре прошлого года или в начале этого, не суть, заходят просто с козырей. Они пишут Патрушеву обращение о том, чтобы он проверил такую религиозную организацию, такое религиозное течение в России, как Хаббат. Вот, это течение, одно из течений современного иудейского хасидизма, вокруг которого вообще очень много конспирологии, но вот это вот тот самый, да, возглавляет в России тот самый Равин Берлазар, который тут недавно про него новости были, что он сотрясение получил. Так вот, но на какую тему нужно проверить Хаббат, по мнению ОСВРовцев, было? На тему того, что именно они развязали конфликт России-Украины для того, чтобы построить, вот сейчас дичь начинается, великий хазарский каганат на территории пяти украинских областей и нескольких российских регионов, в том числе Кубани, Ростовской области, ну и там далее. Вот, в общем, все хорошо на Юго-Западе. Александр, понимаете, это даже уже, царство ему небесное, Жириновский уже курит нервно в сторонке с такими просто вот идеями. Мне кажется, Жириновский восхитился бы таким подходом. Нет, он бы сказал, вот молодцы-то какие, а! Так, интересно. Ну, и понятно, что это, ну, выглядит как такие, да, записки сумасшедшего, но, тем не менее, под это подписалось несколько тысяч человек. И вообще вот такие очень странные движения, да, потому что ОСВР, это, в общем-то, тема не очень оригинальная, да, именно такое паразитирование на, ну, левой социалистической повестке, да, у нас как бы возникают вот такие вот очень странные движения, помимо пивуновцев, которые вот сейчас типа запрещены, хотя, по большому счету, если гуглить по соцсеточкам, вот у них какие-то сообщества, значит, закрываются там в том же «Контакте», но под чуть-чуть другим названием потом открываются, да, и все это, опять же, вся вот эта движуха, в том числе и политическая, она способствует тому, что госпожа Пивунова до сих пор в сети продает, значит, курсы своего вот этого целительского метода, потому что у нее основа сектарской доктрины основана на том, что она изобрела некий, ну, то ли магический, то ли сверхпсихологический метод исцеления от всех, там, психических и физических недугов, вот. Вот, и если вот купить, значит, лекции с этим методом, с этими некими выступлениями Пивуновой, то можно вылечиться от всего. Но вот, тем не менее, есть политический базис такой. Откуда он появился и почему он именно вот в левый уклон? Потому что в последнее время у нас параллельно с пивуновцами есть такие веселые, да, ребята, как движение граждан СССР. Вот, с этими история вообще очень интересная. Тут я скорее не как даже сектовед выступлю, а такой, как историк сектарства, потому что эти ребята очень похожи на... Ну, понятно, что это не единое, да, движение. Есть вот эти граждане СССР, да, есть живые люди-суверены, где очень похожая доктрина. Тоже российские ребята. Вот, а есть еще много-много каких-то локальных тусовок, да, но суть у них одна, что, значит, Российская Федерация – это государство ненастоящее, все его институты ненастоящие, деньги Российской Федерации ненастоящие, а мы тут живем в своем прекрасном дивном мире. Вот, что может выражаться в том, что мы, значит, за бибарики, как они называют российские рубли, билеты Банка России, вот, покупаем себе настоящие документы и граждан, и чиновников СССР, берем кредиты вот в нормальных обычных банках, но их не возвращаем, потому что, ну, это ненастоящие деньги, ненастоящие банки в ненастоящей стране. А зачем это деньги брать в кредит, если это деньги ненастоящие? Ну, просто вот… Ну, потому что только на эти настоящие деньги можно что-то купить в магазине. Вот, товар это получается настоящий, но можно их не возвращать. Убеждают пенсионеров, руководители этих веселых ячеек. Ну, тут уже Маркс с Энгельсом пошли курить, честно. Вот. Соответственно, появились они не просто так. Дело в том, что в Германии есть очень похожее движение, да, которое существует, по-моему, с 80-х годов. Именно в Германии так называемые рейхсбюргеры, которые считают себя гражданами кайзеровского рейха, именно кайзеровского, да, там Гитлер – это такая фигурная умолчания. Вот. Они считают, что, ну, поскольку веймарская конституция официально была не отменена, то все, что как бы было позже, да, и то, что существует сейчас, да, там, тот же ФРГ, да, это все тоже ненастоящее. Незаконно, да. Это придумали масоны? Да, в 18-м году. Да. Вот. Ну, в смысле, как бы позже, но тем не менее. И дело в том, что их там тоже очень много групп, методика такая же. То есть тоже приобретаются некие документы рейхсбюргеров, тоже игнорируется государственная власть, случаются, как у нас, там, нападения на представителей правоохранительных органов. Но самое-то интересное, что рейхсбюргеры отлично так засветились, если мне память не изменяет, опять же, в конце 22-го года, когда Хайндрик Рейс возглавил государственный бунт с целью свержения действующей власти и занятий этой власти. Их, правда, оперативно как бы повязали. И вот этот рейс, это дяденька очень интересный, потому что он Хайндрих XIII принц-рейс. Это действительно очень древняя династия. То есть это аристократ, корни которого тянутся и в Кайзеровский рейх, и раньше. И больше того, как бы в его биографии, в реальной биографии, действительно есть русский след. Но только Руси не московской, потому что основатель вот этого рода рейсов, рейс изначально, это не фамилия, это было прозвище родоначальника вот всей этой династии, который в XIV, по-моему, веке, просто взял в жены внучку Даниила Галецкого. То есть рейс это типа русский, но только это вот Русь, да, Галецко-Волынская, а не московская. Поэтому, ну, тут смотря какой русский след. Вот, украинские историки бы поспорили, что называется. Кто тут? Я только хотел зовить Алиса. И смотря, кто его искать будет, и с какой лупой, каким увеличительным стихлом, с его производства. При этом в 22-м году русский след действительно попытались немцы найти. Якобы там в окружении была некая, значит, русская женщина почему-то по имени то ли Вильгельмина, то ли еще как-то, значит, которая чуть ли не лично связывала этого рейса, значит, с Владимиром Владимировичем, уважаемым. И вот они мутили бунт в Германии таким образом. Вот. То есть, ну, вот мы, да, мы с вами вот в пространстве бреда сейчас. Абсолютно. Но, опять же, да, по данным на 2016-й, насколько я понимаю, год, этих рейсбюргеров было 1020. Это немало. Ну, да. Вот. Больше того, почему-то, ну, вот, казалось бы, да, граждане СССР, рейсбюргеры, у которых, да, там, вообще кайзер, вот, и 14-й век, да, и Даниил Галецкий, вот, все хорошо. Ностальгирующий, в общем. Но они почему-то все тяготеют в правую сторону. То есть это вот, ну, вот, к актуальному, антисемитизм обязательный. И сломофобия при этом одновременная. То есть, как бы, если вот этих товарищей запустить было бы, да, не приведи, господи, вот, в Махачкалинский аэропорт, то, как бы, там всем бы досталось, я думаю. Да, и тем, и другим. Знаете, есть... Нашим и вашим, да. Олегу значительно проще. Олег ненавидит всех. Как в том пирожке просто. А вы понимаете, а если бы их сейчас в зону конфликта доставить, он уже сразу бы разрешился. Да, тоже масса... Ну, просто их били бы все, да. Тут фигура примирения. Абсолютно. Почему-то они тяготеют, вот, при этом всем, да, опять же, что вызывает удивление. А вот живые люди, суверены российские, которые тоже вышли из этих граждан СССР, так они неоязычники, например. Как бы, то есть, у них, как бы, язычество во все поля, древле православная церковь инглингов, да, вот, доктрина этих, как бы, омских ребят, у них тоже присутствует вот этой политической доктрины. Но при этом они все себя считают не столько, да, какой-то религиозной силой, сколько общественно-политической, несущей вполне себе вот такую материалистическую, да, при всем этом неоязычестве, да, извините, там, хайгитлер-цыгане. Вот. При всей этой идеологии, да, языческом компоненте, они абсолютно все материалисты. Третий момент, да, еще более веселая структура, аналогичная абсолютно, это суверенные граждане в Соединенных Штатах Америки. Почему они суверенные граждане? Они считают себя гражданами, суверенными от США, при том, что проживают на территории Соединенных Штатов. Появились они где-то примерно в 60-х годах. Та же самая история. Доллар не настоящий, государство американское не настоящее. Почему оно не настоящее? Потому что 14-я поправка, 1868 год, сейчас за точность даты не ручаюсь, 14-я поправка Конституции США, гарантирующая равенство всех перед законом, с которой началось предоставление статуса граждан афроамериканцам. Александр, простите, я вынужден вас прервать, нам пришла пора послушать бизнес-новости под серебряным дождем, но мы обязательно продолжим через несколько минут. Утро под серебряным дождем. И на связи у нас Александр Чаусов, кандидат исторических наук и сектовед. Александр, плюс 7903-7976-333, таковы координаты прямого эфира, если у вас, уважаемые дамы и господа, есть какие-то вопросы. Саша, ну так что же там Америку-то изнутри подрывает, вот эти вот суверенные... Да, суверенные граждане, это тоже очень веселые ребята, потому что, ну вот как бы, их, значит, смущает вот эта 14-я поправка Конституции, но тем не менее, самое интересное, да, то есть там типа идея превосходства белых над всеми, тем не менее, в среде вот этих многочисленных движений суверенных граждан есть и афроамериканцы, вот, которые влились туда, но у них превосходство черных граждан. Над белыми. Ну, над всеми вообще, вот. При этом там еще, как бы, тоже религиозная доктрина некоего мавританского научного храма Америки, ну, к науке это не имеет отношения, это такая синкретическая, околооккультная тема, вот, основная мысль которой, что именно вот африканское негроидное население планеты Земля, оно должно, у него есть священная миссия вообще спасти человечество. Вот, там, морального, духовного, интеллектуального разложения. И каким образом, просто мне вот интересно, в этой доктрине не собирается это делать? А, ну, вот, следовать постулатам этой доктрины, распространять ее всячески, как бы, поддерживать, ну, если на территории США, то афроамериканцев во всех проявлениях. В общем, такой Black Lives Matter только вот по всем вообще фронтам и подкрепленный именно сакральным компонентом. Но самое главное, что роднит всех вот этих ребят, да, это определенная политическая платформа. И как бы дико она ни звучала, ну, казалось бы, да, там, опять же, в наши российские пенаты возвращаемся. Вот, граждане СССР, они не признают нынешнее государство Российской Федерации, да, ну, вот, по факту. Не существует оно для них. Но это совершенно не значит, что у них нет политических амбиций, да, потому что они это возвращение настоящего духовного небесного СССР, да, очень ждут и готовы его всячески приближать. В том числе, ну, старыми добрыми методами, да, мы на зависть всем буржуям мировой пожар раздуем. Раздуем. Вот, то есть тут, как бы, это все политическая платформа. Это один вид, да, и с этой политикой они возникают постоянно в информационной среде. Либо просто продвигая свою доктрину и через это в том числе привлекая адептов, вот, которые тоже, значит, не в восторге, допустим, от Российской Федерации как таковой. Им тут говорят, а мы тебе сейчас расскажем, от чего ты будешь в восторге и как тут правильно жить. Вот, и что вообще скоро грядет? Ну, может, и не очень скоро, но точно будет. Настоящий СССР вернется. Вот. А второй момент, это, конечно, политические доктрины тоталитарных культов, которые, ну, скажем так, в более широком смысле слова политика возникают, и руководство таких культов пытается эти доктрины реализовать на практике. О чем я говорю? О политике, как просто о власти, о организации неких своих таких государств в государстве. Ну, здесь из иностранного опыта, господи, ну, вот, колония дегнидата, уже упоминаемая нами в прошлых эфирах, были там, ну, ветвь Давидова, да, вот это раньше Дэвида Кореша, у нас это, соответственно, Сергей Тороп, Минусинск, церковь вот этого последнего завета, вот, потому что там же тоже возникло, ну, вот, под Минусинском это свое государство в государстве, этот город солнца, несколько сел вокруг, которые, по факту, ну, они как бы вышли из правового поля России, потому что они жили по законам, данным вот торопом всем. И эти законы были абсолютно к исполнению, в отличие от законов государства российского, потому что вот живем мы тут нашей коммуной, не лезьте к нам, и мы вообще не расскажем, что у нас тут творится. Да, а в этом смысле очень, на очень нехорошие мысли как бы наталкивают эко-поселение анастасиевцев. Да, вот эти звенящие кедры России, которые, ну, по России они есть. Они есть тихо, они как бы себя не очень рекламируют, но определенный поток людей для организации вот таких вот поселений с этими доктриночками, да, с отписыванием всех денег господину Мегре и своей недвижимости, чтобы на этом эко-поселении, значит, на этой земле, в этом эко-поселении поселиться, извините за тавтологию, да вот, при том, что земля, насколько я понимаю, там не предоставляется собственность адептам, а она, типа, дается в некую бессрочную аренду даже. Ну, ты ему отнес все деньги, но тебе этот волшебный гектар по факту до конца не принадлежит. Вот. И это тоже создание таких вот государств в государстве. Если вспоминать российские 90-е, опять же, большое количество представителей разных неоязыческих структур пытались войти в органы государственной власти на муниципальном уровне, на областном, на региональном уровне, то есть, как правило, это вот проникнуть как-нибудь в законодательную власть. Опять же, для чего? Потому что у этих культов, у очень многих, существует свое видение некоего идеального государства. По факту, некоего куска земли, где вот есть гуру, который всем будет рулить, и никто на эту территорию как бы не сунется. Ну, вот самое очевидное, опять же, не получилось у людей, слава богу, это такая террористическая организация, как ИГИЛ, которая вот ультрарадикальные исламисты, которые же тоже хотели. Ну, как этот ИГИЛ, да? Это исламское государство, там, Ирана и Леванта, по-моему, правильно называется. Но у Талибана-то, простите... То есть, они это государство и хотели замутить и жить по законам шариата, так как они этот шариат понимают. Ну, вот, со своим руководством, которое, собственно, оно уже там стало в глазах адептов великими, значит, пророками и вестниками воли Аллаха. Ну, и как бы и вперед, и с песними. Ну, Талибан-то получилось, Александр, извините. Да, у меня, кстати, тоже. И Талибан тоже террористическая организация. Да, мы должны сделать оговорку. Смотрите, Талибан, да, вот у них, как бы, вот у Талибана, да, у Талибана вышло. Вот, но вроде как, учитывая то, что они все-таки пытаются как-то договариваться с международным сообществом, очень хочется надеяться, что их хоть чуть-чуть попустило. Вот, но надеяться-то хочется, но вот, судя по последним новостям, нет. Книги жгут, музыкальные инструменты жгут. То есть, опять же, ну, такой вот хардкор. Вот, и мы имеем сейчас, ну, вот такую проблему. Но, тем не менее, да, с вот этим вот явлением приходится как-то договариваться. Потому что, если с ним не договариваться, то у очень многих государств возникнут очень большие проблемы. Ну, потому что мы сейчас, ну, мы сейчас же к этому и подошли, Александр. Я понимаю, что это очень скользкий лед. Но мы сейчас же и подошли к той самой, на мой взгляд, линии невозврата, такой точке конфронтации, когда, ну, действительно, вы правы, мы либо пытаемся договориться, но эта договоренность будет достигнута через, наверное, преломление собственного эго и каких-то вот, ну, я не знаю, желания уже покончить с этим раз и навсегда. Потому что есть же второе желание. Уже просто поставить крест на всех вот таких вот ультраэкстремистских, ультрарадикальных движениях, разрушить их окончательно. Хотя с третьей же стороны есть понимание, что сделать этого не удастся никогда, поскольку там в основе лежит фанатизм. Ну, вот, понимаете, если мы идем на этот тонкий лед, то давайте уже туда двумя ногами. Вот у нас есть Хамас. В России он не признан террористической организацией. Не признан, насколько я знаю. Но он признан в ряде западных государств именно что террористической структурой. Учитывая то, как они действуют, ну, извините, это действительно похоже на терроризм. Мы сейчас не будем говорить, как действует Сахал, это отдельная тема. У нас сейчас Хамас в центре внимания. Но, как бы, вот вы говорите, есть желание покончить, собственно, с ними раз и навсегда. Но вот в том и дело, что далеко не всегда у сильных мира сего есть это желание. Потому что шейх Ахмед Есин, идейный основатель Хамас, он вообще-то, да, когда начинал свою деятельность, если мне не изменяет память, со второй или с первой половины 70-х годов прошлого века, в том числе финансировался правительством Израиля, как организатор, да, некоего движения, которое будет противодействовать партии ФАТХ, ну, которое тоже считалось, там, и считается, по-моему, до сих пор в Израиле, там, экстремистской, террористической, хотя ФАТХ уже стал более умеренной, да, вот на эти, в том числе, израильские деньги, да, Ахмед Есин в итоге, уже в 80-е, организует тот Хамас, который мы знаем, вот, в том виде, в котором мы его, вот, видим. Поэтому вот такое взаимодействие, да, когда, там, отправляемся, да, в крестовый поход, там, хотите пиво, хотите водки, нет, мы хотим Иерусалим, вот, это все достаточно упрощенный взгляд, к сожалению, да, может быть, но вот взаимодействие, да, на государственном уровне, в том числе, с такими структурами, сомнительными, да, и их использование, или мысли о том, что, ну, вот, это как бы наши тут бармалеи, да, мы их сейчас как грамотно-то используем против каких-нибудь наших геополитических противников, и все заколосится. А и потом приструним. А не получается же, ведь зачастую потом-то закончим. Да, но вот, к сожалению, история учит нас тому, что она нас ничему не учит. Вот. Сколько раз таких попыток было, постоянно, как бы, оказывается, что, ну, извините, у этих ребят своя железобетонная доктрина на сакральном уровне, и пока им было выгодно, они посотрудничали, а как только им перестало это выгодно быть, тут уже начинается веселуха, как бы, по полной программе. Но политикам это не мешает использовать их в своих целях. Это во-первых. А во-вторых, Александр, ну, тогда какая может быть договоренноспособность с этими людьми, если они в любом случае, добившись своих целей, или добившись там в какой-то в краткосрочном периоде тех же самых денег, все равно имеют под своей основе вот ту самую очень серьезную религиозную доктрину? Ну, вот, как бы, на мой взгляд, хотя я не политолог все-таки, а историк и сектовед, да никаких. Рано или поздно это все равно шандарахни. Но, как бы, людям, которые стоят у власти, вот у них не только в России, это общемировой тренд, попытки вот как-то так договориться. Видимо, есть надежда, что со временем эти ребята станут менее радикальными. Цивилизованными. Да, что, как бы, вот их попустят, что с ними можно будет, да, выстроить какое-то адекватное сотрудничество, что они, конечно, нас будут считать, там, недолюдьми, неверными, которые попадут в ад, там, и куча-куча вот таких уничижительных интерпретаций, но, как бы, деньги, совместный бизнес и прочее, может, они порешают. К сожалению, так далеко не всегда работает. Я бы сказал, в большинстве случаев не очень работает, потому что, ну, деньги, это все, как бы, мирское. А когда надо поднять вот этот контингент, там, на какую-нибудь очередную священную религиозную войну, ну, как бы, срабатывает именно сакральный фактор. Александр, нам сейчас пришла... Простите, я вас перебиваю. Нам сейчас пришла пора прерваться, сделать небольшой перерыв на пару минут. А мне интересно, а хоть раз-то вот это сработало? Вот хоть раз были в мировой истории, когда вот такая схематика действительно принесла соответствующие плоды? Об этом через пару минут. Утро под серебряным дождем. Александр Чаузов у нас на связи кандидат исторических наук этих сектовед. Александр, так у кого получилось? Мормоны, вы сказали. Вот, пожалуй. Ну, вот, первое, что приходит на ум, это мормонов Соединенных Штатов. Ну, можно ли мормонов, простите, можно ли мормонов назвать сектой? Это, скорее, на мой взгляд, религиозный сект. Все-таки секта. Это тоталитарно-деструктивный культ, опять же, да, по ряду вполне очевидных признаков. Это авторитарная доктрина, это определенная изоляция и самоизоляция, это внутри общины абсолютное превалирование указаний старейшим, руководителей этого культа надо вообще всем остальным там, законодательством и прочим, потому что в общине мормонов, ну, как бы, жизнь человека определяется вся. Где он учится, где он не учится, где он работает, где он не работает, как он перемещается, да, что он ест, что он не ест, сколько он жертвует, сколько он не жертвует. Это все, да, и многое другое, вплоть до того, там, с кем он поженится, за кого выйдет замуж, все определяется исключительно старейшинами, да, то есть вся жизнь адептов расписана, и все эти указания обязательны для соблюдения в случае отклонения от этих указаний, там может быть, да, самое страшное изгнание от общины, обрыв всех социальных связей, ну, там, масса еще всяких неприятных вещей. По сути, в штате Юта эти общины мормонов, это вот тоже такое государство в государстве с одной стороны, а с другой стороны члены семей высокопоставленных мормонов, вот этих вот кланов старейшим, уже там десятилетия сменяют друг друга, работают там в МБФ, ЦРУ, ФБР, да, и в прочих, значит, государственных структурах, скажем так. в госструктурах органов государственной безопасности Соединенных Штатов. Ну, и вот тут случился такой симбиоз. Вторая структура, которая со скрипом, со скрежетом, но все-таки уже там вруливается, да, вот в государственную систему США, это саентологи. 2008 год Верховный суд Соединенных Штатов выдает постановление, что трудовые лагеря саентологов это нормальная для них религиозная практика, они не будут против этого протестовать. Чем там в трудовых этих лагерях занимаются, можно почитать материалы Джерри Армстронга, который был в свое время летописцем Хаббарда, его биографом, и в эти лагеря тоже пару раз как бы попадал. Ну, то есть то, что как бы большой белый саентологический господин надзиратель лупит тебя каждый день электрической шоковой палкой по спине, это как бы так. Мелочь. Это прелюдия просто. Настоящий хардкор там начинается потом. То есть абсолютно бессмысленный труд таскать камни туда-сюда, очень жесткая диета, нехватка воды, ну, то есть фактически пытки. но вот Верховный суд США говорит, ладно, ребята, это ваши как бы религиозные практики, ничего против не имеем. Почему? Есть такое мнение, опять же, что у саентологов на текущий момент очень много компромата на очень непростых госдеятелей Соединенных Штатов, поэтому они так продавливают себе вот такую автономию. Единственное, что они все-таки, насколько я знаю, у них каких-то вот именно такой общей большой территории, как отдельного государства, нет, да, которое можно назвать государством государства, но как-то нет. Вот, у свидетелей Иеговы, например, в Соединенных Штатах что-то такое есть, у них есть вот этот центральный так называемый офис, который, по сути, комплекс. Он раньше в Бруклине занимал целый квартал, сейчас они, по-моему, куда-то переехали, в пригород, где у них просто такой небольшой поселок, где тоже они живут по своим законам, по своим установкам, и никого постороннего не пускают, и никого своего оттуда не выпускают, что характерно. Ну, это же очень удобно для любого территорийного пульта. О чем мы, да, вот первый вопрос, с которого мы начинали, а зачем им это все? Ну, вот, как я и сказал, да, если в политическую госсистему вторгаться, то это для саморекламы, для легитимизации, для того, чтобы солидная структура, у нас есть политическое представительство, и плюс самое главное, да, вот в самом широком смысле, это как раз замутить свое государство, свою вот такую территорию, да, на которую никто посторонне не придет, а мы тут будем творить, что нам... Джим Джонс сразу вспоминается, но там все очень плохо закончилось, насколько я знаю. Александр, спасибо, время поджимает, к сожалению, Александр Чауссов был у нас на связи, кандидат исторических новых сектовед, а свидетели Югова признаны на территории Российской Федерации экстремистской организацией. Спасибо вам большое, Александр, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok